Что делать во время обстрелов? Как подготовить тревожный чемодан и не стать жертвой российской дезинформации? Ответы на эти и другие вопросы, которые волнуют каждого украинца, теперь будут доступны в краткой брошюре, которую подготовил Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности в сотрудничестве с другими госорганами и общественными активистами. В брошюре четкий алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации или войны. По словам руководительницы Центра Любви Цибульской. Недавняя эскалация на границах Украины показала, что люди не знают, что делать во время дезинформационных кампаний со стороны России. Информационная угроза требует четких знаний и практической подготовки. Мы взяли за изразок шведскую брошюру, которая надзвичайно короткая, но при этом уместит надзвичайно практичные порады. Одной из самых больших ценностей этой брошуры является то, что мы включили в ней порады, как поводить себя в информационном поле. Проверять информацию в нескольких официальных источниках, сохранять самоконтроль и не распространять эмоциональные посылы в соцсетях крайне необходимо, чтобы не попасть на крючок дезинформации. Убеждена любовь Цибульская. А соблюдение информационной гигиены поможет обществу стать сильнее на войне с врагом. Спроба працювати с критичным мысленням массовой аудитории и донесением информации про то, что информационная гигиена необходима частью против действий российской агрессии, в том числе, как оружейной, так и информационной. Дезинформация сегодня является частью нашего жизни, она нас оточивает. И я очень надеюсь, что эта брошюра как раз может донести эту информацию и ее учителям и отрывающим. Сто тысяч экземпляров брошюры «Как действовать в случае чрезвычайной ситуации или войны» распространят в первую очередь на юге и востоке Украины. Буклет будет также на русском, крымско-татарском и английском языках. Советы экспертов доступны и онлайн на сайте Министерства культуры и информполитики. Поинформованный означает озброенный. Важно понимать, что в украинских реалиях информационный простор – это тоже поле боя. И если военные люди имеют оружие, то, в общем, вот эта надзвичайно интересная и важная брошюра должна стать оружием для простых людей, которая поможет им перед всем сохранить самих себя, своих близких и тех, кто их оточивает. Пошаговая инструкция, что делать в случае военной эскалации, наконец, стала доступна и в Украине на седьмом году войны с российским агрессором. Если вы еще не знаете, как правильно спрятаться от взрыва или где искать информацию, если отсутствует интернет, обратитесь к советам экспертов.